Это поручение Владимира Путина от декриминализации мусорной реформы, оно ДСП, поэтому не публиковалось на сайте Кремля, но я получил официальное известие о том, что в том числе из моего уголовного дела. О, парадокс какой. И тех материалов, которые я, Совет Безопасности, другие эксперты, журналисты представили в Совет Безопасности от Совбез Путину, и родилось поручение президента разобраться с этими заводами, непостроенными. 25 заводов были обещаны в стране компания Ростехинвест. Уже есть решение суда, что Чемизов не имеет никакого отношения к Ростехинвесту, хотя раньше были интервью налево и направо того же Чемизова. Мы построим, не важно, я уважаю решение суда. Если суд сказал, что Чемизов и Андрей Шипелов не построишь эти 25 заводов, не знают друг друга, незнакомые вообще, не имеют никакого отношения друг к другу, я уважаю это. Не могу не уважать такое решение суда, я законопослушный человек, хотя хотелось бы напомнить, что в структуре Ростехинвеста 20% денег. Есть байка, ходит уже какой день по Москве, по Московской области, среди специалистов, что Андрей Шипелов совершенно добровольно за один доллар продает все свои непостроенные заводы, эти котлованы, эти пустые коробки, за один доллар государству. Куда делись? Каждый завод полмиллиарда. Хороший вопрос, но не все вопросы еще заданы. Есть поручение президента. Еще раз из моего уголовного дела. Сколько шума было? Караулов обидел Чемизова, спросил, где эти 25 заводов. Кто еще не верит в Путина? Просто в России Путина очень легко найти правду, когда ты за нее борешься. Вот я о чем. Бороться, бороться, бороться. С любым говном, дерьмом. Бороться, не бояться. Мы боимся. Субтитры сделал DimaTorzok